Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, история возникновения воскресных школ В нашей православной культуре Они не возникли Были церковно-приходские школы И это было повеление высочайшего императора Потому что самая распространенная система, которая была в России Это церкви И самые грамотные люди во многих селениях, даже в глубинке, это были священники Поэтому просто император обязал церковь в конце 19 века, в второй половине 19 века Чтобы она обучала детей, крестьян и всех остальных грамоте И так была заложена общая образовательная система в России В Америке было по-другому Представьте себе Эти пионерсы, они называются пионеры, как бы первопроходцы Идут дальше, берут, захватывают новые земли Где сами, где-то покупают, где-то обманывая, покупают у индейцев Где-то просто отнимают у мексиканцев и так далее Ну, в общем, поселяются И вот они, тогда важно было иметь свой кусок земли Дорог было мало, городков было мало И единственное, люди старались все-таки какие-то населенные пункты организовывать Потому что знали, когда мы пустим через себя торговые потоки Мы на этом можем что-то зарабатывать И не все населенные пункты выживали Выживали ключевые какие-то, которые были на основных путях И там люди старались построить церковь И там люди постарались построить и магазины И центр обучения был церковь Школы позже строились, сначала строились чаще всего церкви И вот представьте себе, фермеры Один раз в неделю после тяжелейшей работы Садятся на свою телегу и приезжают в церковь Потому что это было главное место, куда можно было поехать Одевали все, что у них было самое лучшее И много было евангелизации в церквах тогда Евангелизации такие были на природе Потому что зданий больших не было Неделю целую люди собирались Проповедник приезжал, учили Образовывалось много церквей И люди приходили в церковь, неграмотные Потом подумали, а, люди приходят раз в неделю Да давайте еще и научим их читать и писать Стали учить их читать и писать При церкви Первая задача воскресной школы было научить людей читать и писать И учили, слава Богу Потом развилась школьная система и так далее Школа вышла из церкви А что теперь церкви делать, если люди уже умеют читать и писать? Ну давайте учить наших детей Давайте учить еще и взрослых Начали с детей, потом перешли еще и на взрослых И так вот менялась роль воскресных школ И она где-то апогея своего роль Особенно в Южно-Баптистской конвенции Достила к 80-м годам Тогда вот Лерой и другие Ложили свой вклад, о котором говорил Наш брат Николай И воскресные классы стали основным двигателем Основным средством евангелизации Не столько даже проповедь Сколько воскресных классов И статистика подсказывала, что большинство людей приходят в церкви Через классы воскресных школ Для взрослых и для детей Для взрослых даже больше И тогда в программы писались Сразу для всех церквей Была очень хорошая группа преподавателей Которые писали программы для различных возрастных групп Печатали их И рассылали на каждые три месяца Вот книжка для членов группы Книжка для преподавателей Вот это возрастной Вот эта линия для молодежи Это линия для среднего возраста Линия для пожилых Линия для детей Две И вот эти печатные станки были налажены И редакторы работали И задания получали Ведущие христиане Ведущие преподаватели Ты вот пишешь через два года Ты вот этот вот блок пишешь Программы создавались И это работало замечательно тогда Большинство людей Которые принимали крещение Приходили через группы Люди общались Люди приводили своих друзей Вся система обучения Работала на то Чтобы главное было Весть о спасении В Иисусе Христе И информация конечно шла Людей приводили Люди каялись там в группах И потом они принимали крещение в церкви Работало замечательно Тогда Потом Изменилась культура Что-то не всегда Везде работало Но я думаю Так как наша культура Или наше развитие По фазе Немножко отстает Я думаю Что сейчас Роль воскресных школ Для взрослых И для детей Могла бы быть Гораздо значительнее У нас У нас народ Еще пока читает Не всегда правда И народ Еще пока способен Воспринимать И вот это общение Может быть не школа А воскресное общение Примогляем это В нашей культуре Могли бы играть Значительную роль В сфере благовестия Сегодня какая роль Может быть Как вы думаете Для чего людям Может быть Могут быть Нужны Вот эти воскресные Общения И обучение Ну первое Наверное Это общение Более близкое Да Потому что Одно дело На служении Все сидят Смирно слушают Проповедника Пойдут вместе И никакого общения Буквально не происходит На такой группе Они могут Пообщаться Вместе Разделить Может быть Хлеб тот самый Чай Могут открыто Извини Допомню Могут открыто Сбывать вопросы Которые Возникают У людей При чтении Библии Или вообще Там Допустим Человек пришел Первый раз Интересно Много вопросов Обычно люди Которые Как они Еще не пришли В голову Но им интересно У них столько вопросов Которые Они как бы Стесняются Задать При обширном Скоплении народа Ну да Да и как задашь Да А когда Так вот Тет-а-тет Могут Задать Даже там Вынести этот вопрос Почему Они обязательно нужны У каждого из нас Наверное Были такие вопросы Мы верим в Бога Мы христиане Но вот Почему вот это вот так Почему это вот так И мучают нас И год И два И три И если нет Не создается Такой атмосферы Или такой структуры Или такой организации В которой Можно было бы Задать этот вопрос Он мучает нас Просто хотела сказать Что еще и мучение Важное значение Ну и потому что Когда я пришла в церковь И покаялась То я Оказывается Была не уверена В спасении Первые года Два или три То есть Ну вот Я покаялась Все Я хожу в церковь Я спасенная А вообще Вот именно Ну чтобы вот Меня наставили Как положено В этом вопросе Этого не было Вот Все очень важно Угу Еще Интересы Чаще всего Создается группа По интересам И это И привлекает Людей Их спать Потому что Людей Это еще связано Общими интересами Это тоже идет Это к сплочению Угу Да А как складываются группы Как они естественно Могли бы складываться Вот по интересам Да По возрасту По возрасту По возрасту Ду и после Ду и после Ду и после Мне кажется По знаниям Потому что Ты же Одни больше Определенные знают И им нужно Что-то Ну новое Водить А другие Только пришли Им нужно Как бы это Поэтому Категория по знаниям Тоже Может разделяться По профессии По профессии Если компьютерщики Собрались Да Или Байкеры Художники Музыканты Бывает такое Что Работают Строители Там Еще кто-нибудь Там Какие-нибудь Экономисты Финансисты То есть У них есть Они Видят себя И на работе Или Допустим Знают Фирмы Он работает С этой фирмой Он знает Ту фирму Но они Также Видят Друг друга В церкви Могут Общаться И Как бы Духовно Поддерживает Такой Неформальной Обстановке После Служения Вот смотрите Если у нас Есть много Таких самых Разных Направлений И вот Восьмидесятые Годы Допустим Южной Баптистской Конвенции А там Вот только Направление По возрастам И все Впишется Это хорошо В нужды Скорее Всего Нет Помните Я рисовал Этот Небоскреб Наших Культур И Субкультур Нужно Вырисовать Сейчас Или нет Не знаю Но дело В том Что Новые Этажи Добавляются Постоянно Новые Направления Добавляются Постоянно Недавно Мой брат Беседовал С одним Братом Инсуром Который Из Татарстана Получил Докторскую По-моему Где-то В Англии Сейчас Работает В крупном Агентстве И он Говорит Современные Технические По Один 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 Вид Масла Когда Когда мы Стараемся Продавать Все Или Предлагать Людям Все Это Значит Ничего Человек Лучше Пойдет И найдет Там Где Специалисты Тем Которые Знают Что Они Хотят Поэтому Классы В наше Время И Роль И Обучение В классах Или В общениях Не Столько Даже Общая Передача Информации У людей Есть Много Возможностей Получить Общую Передачу Информации Но И Большая Часть Это Общение Век Когда Люди Ходили Пешком Или Ездили В транспорте В Америке Давно Уже Прошел Они Сидели На Вечером На Ступеньках На крыльце Своего Дома И Общались Этот Век Прошел Сейчас Люди Так Не Делают Они Ездят В Автомобилях Они Разделены Им Нужно Общение Мы К этому Идем У нас На Тысячу Человек Пока Что Около Двухсот Автомобилей Но Это Количество Быстро Растет Нам Будет Скоро Больше Почему Многие Люди Приходят В церкви Когда Они В своей Жизни Запутаются В своих Проблемах И Не С кем Поделиться Если Они Найдут Того С кем Они Могут Поделиться Помолиться Облегчить Свою Душу И Услышать Живое Слово Благую Весть Это Может Быть Большим Спасением Поэтому Общение Особенно В нашей Культуре Где Еще Сильны Многие Коллективистские Ценности Общение Может Быть Самым Главным И Конечно Научение Если Это Люди Пришедшие Сначала Очень Важно Вот Как Говорила Валентина Дать Им Хотя Бо Основной Скелет Основу Чтобы Была Уверенность В спасении Понятие Об Основных Вещах Чтобы Человек Хотя Бо Различал Главные Второстепенные И Основу Имел Это Недолгий Курс Он Может Быть Несколько Месяцев И Человек Может Иметь Основные Представления Учение О Крещении И Так Далее Тому Подобное О Троице О Спасении О Жизни Вечной Основные Моменты Символа Веры Которые Мы Исповедуем И Дальше Могут Быть Общение Допустим Как До И После Нашей Церкви Это Для Семейных Групп Там Затрагивают И Вопросы Подготовки К Браку И Брак И Воспитание Детей Очень Важные Вопросы Те Общения Которые Отвечают На Нужды Людей И При Этом Обязательно Кроме Общения Должно Быть И Научение Как Это Делать Мы С вами Учимся Пишем Эти Планы Образовательный Ресурс Видеосеминарий ТВС Это Ваши Пожертвования Мудро Вложенные В Христианское Образование Поддержите Наш Проект Молитвой И Финансами Информацию О чем Молиться И как Пожертвовать Вы Можете Найти На Сайте www.tvseminari.com Итак Распределение Людей Может быть По Группам По Возрасту По Степени Духовной Зрелости Как Мы И Говорили По Интересам По Образованию Методика Преподавания Она Может Постоянно Меняться Христос Применял Притчи Очень Образные Он Использовал Ту Наглядную Агитацию Которая Была У него Посмотрите На Дорогу Посмотрите На Семя Посмотрите На Поле И так Далее Он Что Видел О том И Говорил Мы Иногда Можем Сказать Ну Чтоб Нам Сделать Такую Хорошую Воскресную Школу Нам Нужен Компьютер Нужен Проектор Везде Нужны Наглядная Агитация Нужен Вай-фай Чтобы интернет Везде был Всегда Чтобы посмотреть Могли Значение Слов Это Хорошо Если Так Можем Хорошо Если В нашем Здании Это Возможно Не Во всех Это Еще Возможно Но Я думаю Что Пару лет Пройдет У нас Все города Будут Покрыты Доступом К Интернету И Это Будет Меняться Это Будет Сильно Менять Формат Наше Обучение И Люди Могут Спокойно Посмотреть Значение Любого Слова Не надо Ждать Когда Придет Руководитель И Расскажет Вот В греческом Это значит Так Сейчас Быстренько Молодой Компьютерщик Наберет Скажет Вот Это Там Это Так Это Так Вот Википедия Говорит Это А христианский Словарь Брокгауза Говорит Вот Так И Слава Богу Меняются Эти Формы Обучение В церкви Если Его Неорганизовано Никто Неорганизовывает Оно Происходит Спонтанно Потому Что Церковь Нуждается В обучении Наше Основое Оружие Это Слово Это Информация И Образовываются Домашние Какие-то Группы И так Далее Это Замечательно Это Хорошо Это Неформальное Общение Это Просто Хорошо Но Еще Хорошо Что Было И Что Церковь Заботилась И Об Организованном Общении Как Это Делать Конечно Очень Важно Чтобы Были Ответственные За Общение За Эти Обучения В Американской Церквах Второе Лицо В церкви Всегда Бывает Директор Воскресной Школы Или Молодежный Директор Чаще Всего Директор Воскресной Школы По Нагрузке По Значимости По Работе И так Далее Пишутся Программы Слава Богу Сейчас Можно Программами Пользоваться Некоторые Деноминации Говорят Только То Что Мы Пишем Потому Что Это Проверено Настоящее Ну Слава Богу Есть Много Миссий Которые Готовят Программы Хорошие Мы Можем Выбрать Из Нескольких Программ На Русском Языке Несколько Попыток Было Таких Программ И Местных Одесская Семинария Дела Ключ Кажется Программы И Переводные Программы В которых Я Даже В Какой Мере Участвовал Мишинари Бет Ассоциейшн Делала Эти Программы Эти Книжки Есть Много Хороших Материалов Если Кто Ищет Тот Всегда Найдет На Интернете Есть Хорошие Материалы Программы Почему Важно Все Что Была Программа Дюй Говорит Программа Не Надо Пусть Должны Исключать Должны Говорить Вот Все Домашние Группы Всю Эту Самодеятельность Закройте Немедленно Сейчас У нас Программа Всем Встроено Выстроиться Рядами Вот У нас Тогда Будут Занятия И Никогда Больше Чтоб Мы Знали А то Чего Нибудь Там Научат Еще Это Когда Пасторы Или Руководители Боятся Бунта Боятся Неформальных Лидеров Боятся Что Их И динамика Такого Такая Динамика Которая Чаще всего Чаще всего Складывается Не чаще всего Но Нередко Я бы сказал Так Складывается В церквах Это Динамика Ледяной Горы Кто-то Из вас Еще Не до конца Это осознал Ну После Грехопадения Основная Борьба Человек Это борьба За власть И она Бывает Не только В миру Но и бывает В церкви И Нередко Получается Вот так Вот здесь Пастор Вот И если Кто-то Там Крапкается Чтобы Его Может быть Сместить Он Старается Оттолкнуть А кто-то Сзади Его Стягивает Говорит Ты вот Этого Не делаешь И так Далее И Динамика Царь Горы Вот Кто Сколько Продержится Наверху Вот Даже Хороший Лидер Здесь Всегда Знает Чему Они Там Научат А Они Вокруг Себя Образуют Группу И Эта Группа Потом Пойдет И Меня Куда-то Там Сместит Жалко Жалко Если Такое Бывает Было Такое Раньше Это 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 Мы Слава Богу Сейчас Вырастает Много Новых Лидеров Которые Служат И Которые Не Держатся За Кресло Которые Стараются Послужить И Которые Стараются Развивать Людей И Если Есть Какие-то Способные Люди Стараются Их Развивать Таких Людей Уважают Поддерживают И Они Дольше Служат И Господь Их Дольше Использует Продолжение следует